Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И если вы внимательно следили за моими видео, вы знаете, что деятельность лаборатории психологического обеспечения определена в своей законодательной базе 532 приказом, совместным приказом между Минатомом и Минздравом Российской Федерации. Одно из направлений, из четырех направлений деятельности лаборатории является, может быть оно второе по номеру, но первое по значимости, хотя наверное нет, все-таки на первом месте идет у нас диагностика, прежде чем что-то лечить, надо что-то выявить, продиагностировать. Поэтому, наверное, это справедливо, что это второе направление деятельности лаборатории психологического обеспечения любой лаборатории. Первое направление это психологическая диагностика и второе направление определенное 532 приказом это направление реабилитационно-оздоровительных психокоррекционных мероприятий. И мы этим вопросом занимаемся. Мы им плотно занимались в прошлом и мы пытаемся на данный момент не опускать планку, продолжать заниматься этими вопросами. По видео на канале у нас буквально несколько, последних 2 или 3 видео было посвящено вопросам психокоррекции. Мы продолжаем этим направлением активно заниматься, пытаемся находить пути, способы решения, собственно, системы, продолжения системы помощи, оздоровления, психокоррекционной помощи, прежде всего, людям. И, соответственно, у нас изменились многие обстоятельства. Мы не можем сейчас это проводить, как вот это было изображено, как вот это изображено на этой картинке. Большое помещение, 37 квадратных метров, огромное помещение, где мы проводили индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия. Кроме того, в свою бытность в 2008, 2009, 2010, 2011 годах мы занимались таким направлением, как биологическая обратная связь. Сейчас, к сожалению, мы не можем этим заниматься. У нас нет аппарата, собственно, биологической обратной связи. Результаты были потрясающие. Сейчас я вам об этом поподробнее все расскажу. Но, одним словом, сейчас лаборатория не в таком благополучном состоянии находится, благодаря нашим врагам лаборатории, так скажем. Но, тем не менее, эффективность того, что мы делали на протяжении с 2008, 2008, 2009, 2011 год, она была очень хорошей. Ну, давайте посмотрим, каковы были вот эти все, собственно, дела. Значит, следующий из файлов, он определяет цель и задачи реабилитационно-оздоровительных мероприятий в рамках деятельности лабораторий. Это не мною, собственно, придумано. Ну, вот цель основная. Актуализация борьбы человека. Подчеркну это слово. Актуализация. Психотерапевты, врачи, психиатры, психотерапевты со субспециальностью психотерапевта, они лечат. А психологи, любые, клинические, любые психологи, они не лечат, они актуализируют борьбу человека за свое здоровье. Если вам интересно, что такое слово актуализация в понимании психологической помощи человеку, сходите, посмотрите мои предыдущие видео. Я там подробно об этом останавливаюсь. Итак, актуализация борьбы человека за свое здоровье, психологическое, соматическое, социальное благополучие, создание для лиц группы риска, имеется в виду группы риска, которые мы выявляем в процессе нашего обследования, диагностики, лиц с психосоматическими расстройствами системы, психологической и социальной помощи и поддержки, обеспечения эффективности и профессиональной надежности деятельности персонала. Ну и, соответственно, любая цель, она определяется какими-то задачами, как этапами какого-то движения к этой цели. Итак, первая задача это восстановление и поддержка общей профессиональной работоспособности, имеется в виду с позиции промышленной психофизиологии, то есть речь идет о работающем человеке. Две стороны одной медали, с одной стороны это производство со всеми его особенностями и целями, опять же и задачами, и с другой стороны это человек. Вторая сторона медали, это человек с его психологическими, функциональными, личностными характеристиками и так далее. Так вот, одна из задач РОМ является восстановление и поддержка общей профессиональной работоспособности, применительно к деятельности, рабочей деятельности человека, его профессиональной работе. Вторая задача это профилактика нервно-психического напряжения, по сути говоря, речь идет о неврозе. Далее, повышение устойчивости к эмоциональному стрессу, то есть проявление какой-то неадекватности эмоционального реагирования, прежде всего речь идет об эмоциях, как основном критерии диагностики, оценки и проявления какого-то психологического, социального и другого какого-то неблагополучия. Третье, это вот именно эмоции, стресс, те ситуации, которые вызывают какое-то отклонение от нормального, устойчивого эмоционального состояния человека. Третье, это сокращение времени адаптации для включения в процессы труда. Опять же вопрос о производстве, то есть когда человек приходит на рабочую смену, он начинает что-то делать и соответственно у него есть какие-то проблемы, трудности. Кстати, по этому поводу есть интересное исследование, которое говорит о том, что все проблемы, которые возникают на производстве, они происходят или же в утренние, или же в вечерние часы. То есть вот самый простой примитивный пример, речь об профессиональной адаптации, включении в текущую рабочую деятельность, очень важен для любого предприятия, связанного с потенциально опасными производствами. Когда речь идет о том, что человек в силу каких-то функциональных, прежде всего, особенностей, утомлений, не выспался, еще как-то, или в конце рабочего дня утомился сильно, или же он не выспался, как-то чувствует себя неблагополучно, простыл, еще что-то, еще что-то. Соответственно адаптация, включение в рабочую смену, в рабочую деятельность, она вот очень важна. То есть это зависит от человека, безопасность производства, это понятно. Ну и в то же время, соответственно, каждый занимающийся профессиональной психофизиологией понимает, что вот эти моменты временные, когда произошла катастрофа, в какие часы на Чернобыльской атомной станции, зайдите, почитайте хотя бы на Викопедии, и вам многое станет понятно. Также и по другим каким-то проблемам, профессиональным, связанным с нарушением деятельности предприятий, организаций и так далее, посмотрите по временным факторам, как человек включается в работу, в труд и, соответственно, каким образом он функционирует в течение того же рабочего дня. Следующая задача, это длительное и устойчивое поддержание высокого уровня работоспособности в течение рабочей смены. Вот то, собственно, о чем я и говорил, то есть вот эта задача поддержания высокого уровня работоспособности. Разработана масса различных методов, методик, когда, допустим, там человек заходит на смену, на блочный щит управления атомной станции, он сидит там, у него там смена, ну разные смены бывают, там 6, 8, иногда 12 часов даже такое бывает, но редко. Тем не менее, человек должен поддерживать, в течение всей, вернее, не человек должен поддерживать, а существуют определенные методы поддержания высокого уровня работоспособности. Они разработаны в области промышленной психологии и являются важными и определяющими для вообще деятельности человека в процессе труда. Следующая задача, это экстренная мобилизация функциональных резервов в случае необходимости. Опять же, тоже существует, я сейчас не буду углубляться в это подробно, существует ряд методов, которые позволяют активизировать человека в процессе его трудовой деятельности. И, наконец, последнее по файлу, но не последнее по важности, это укрепление общей физических сил организма. То есть, человек истощается, утомляется в процессе деятельности. У меня были по этому поводу видео, да, то есть, можно посмотреть, как человек функционирует. Или же у него деятельность, там основные 3 компонента. Деятельность выполняется с должным уровнем эффективности и с нормальной компенсацией трудозатрат. Это первый показатель. Второй показатель. Деятельность выполняется с нормальным уровнем качества и продуктивности деятельности. При этом человек истощается в процессе деятельности. То есть, идет снижение его функционального состояния. И третий момент, когда деятельность не выполняется с должным уровнем эффективности, с заданным уровнем работоспособности в течение рабочей смены. Одним словом, чтобы избежать от второго и третьего момента, да, когда человек фактически, ну, справляется, но истощается. Тратит свои резервы, силы, физические силы, прежде всего. Функциональная работоспособность снижается. Давайте перейдем к следующему файлу. Речь будет о том, что... Так, сейчас я переключу следующий файл. А, вот. Да, вот это цель, задачи. И, наконец, перейду к видам реабилитации. У нас существует в лаборатории их всего два. Они разработаны нами на основании 532-го административного приказа. И, соответственно, мы их дифференцируем на целевую и профилактическую. Целевая реабилитация – это для реабилитации лиц группы риска, выявляемых нами в процессе психологического обследования. И профилактическая реабилитация – надо сказать, что группа риска в разные годы, мы существуем более 15 лет, составляет от 19 до 22%. И вот этой группе риска мы оказываем целевую помощь, так называемую. Ну, так она условно называется. И вторая реабилитация, второй вид реабилитации – это профилактическая реабилитация. Обратившихся за помощью. То есть, это люди не те, которые попадают в поле нашей деятельности в силу нашей профессиональной работы по диагностике. А, ну, так скажем, сторонние люди, члены семьи этих работников, просто люди, которые о нас знают и видят нашу работу, они приходят к нам за помощью. Это профилактика, так называемая профилактическая реабилитация. Основные направления реабилитационно-оздоровительных мероприятий, понятно, тут ничего придумать сложного невозможно. Это консультации, прежде всего, это индивидуальные, групповые. И, как я уже сказал в самом начале своего видео, это сеансы биологической обратной связи. Пойдем дальше. Консультации, на примере, вот 2009 год приведено. То есть, вот мы только начали в 2008 году этим заниматься. В 2009, ну, так скажем, тестовый период 2008 года прошли. В 2009 вышли на производственный уровень, то есть, как бы запустили в серию все это дело. Вот у нас за 2009 год получилось примерно, непримерно, а точно такие вот значения. У нас небольшая лаборатория была в 2009 году, буквально там 4 человека. И, соответственно, мы провели за 2009 год 250 консультаций индивидуальных. То есть, когда специалист сидел с, это очень-очень много, сидел с обратившимся за помощью человеком, 250 консультаций в течение 2009 года. И, соответственно, у нас проводились, и мне это очень нравилось. Я участвовал как в индивидуальных, так и в групповых, в групповой работе. Соответственно, к нам обратились в общей сложности 8 групп у нас в течение года было сформировано. Это было удивительно. То есть, когда к нам приходили, вот изначально это были люди на индивидуальные консультации обращались. Затем, в силу каких-то причин обстоятельств индивидуальных бесед, они приходили неоднократно на консультации. Там 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 раз приходили люди за обращениями, обращались на индивидуальные консультации. Из них были сформированы в течение года 8 групп. Группы составляли по проблемной тематике, то есть, они были схожи, близки друг к другу эти люди. Не просто так они формально попадали в ту или иную группу, а вот именно по проблемам, которые были им близки. И, соответственно, в течение года было сформировано 8 групп. Они состояли от 5 до 12 человек в группах. И количество сеансов, как правило, с одной группой только составляло 5-7. Вот такой вот результат у нас был по 2009 году. Потом очень нехорошие товарищи загубили нам это дело, но в силу организационных причин. Загубили. Загубили нам очень важное и полезное дело, которое, как я сейчас покажу в дальнейшем, давали очень хорошие результаты. Давайте перейдем к следующему. То, о чем я говорил, с 2007 года в лаборатории, с 2008, мы там 2007-2008, мы стали использовать аппарат биологической обратной связи по методу функционального биоуправления. Это было классно. Это было здорово. Человек приходит, у него гипертония, повышенное артериальное давление. Две недели. Это реально. Вот я вам рассказываю. Метод работает 100%. Две недели. Не очень себя хорошо чувствует человек первые одну-две недели. Потом у него выравнивается. Это реальность. Это настоящая реальность. То есть человек действительно снижал с помощью этого метода повышенное давление. Изначально тошнота, нарушение функционального какого-то состояния. То есть он плохо себя чувствовал. То есть давление было повышенное постоянно, там нелеченная гипертония, там как говорят, от 140 и выше, да, нелеченная гипертония. Соответственно, человек входил в норму как космонавт. И я не преувеличиваю ни для красного словца, говорю, ни для рекламы, ни для чего-то. Я вам реально говорю, что потом он получил, получал там 80, 120 на 80, да, на 90. И у него все было благополучно. И таких обращений, таких людей у нас было много. Этим можно и нужно обязательно заниматься. Но, к сожалению, наше руководство этого не понимало. Ну, непрофильность, может быть, в какой-то степени сыграла свою роль. Человеческий фактор сыграл свою роль. Одним словом, нам этот процесс загубили. Хотя помощь оказывалась работникам основного производства, отнесенных в категорию группы риска, членам их семей. Эффективность, я вас уверяю, коллеги, никто меня не опередит обратно. Я это видел, я это на себе чувствовал. Я это все получал не просто на пальцах, а мы вели статистику. То есть в экселевские таблицы забивали результаты, обрабатывали их методом математической статистики в различных программах, получали корреляции, обсчитывали, работали с этим очень подробно и обстоятельно. И в конечном итоге поняли, что метод, черт возьми, работает. Это трудно себе представить. Медикаментозный метод биологической обратной связи. Человек приходит к нам, обращается с повышенным уровнем артериального давления, гипертония, чрезмерное волнение, стресс, накопление каких-то нехороших невротических проявлений, комплексов и так далее, которые ведут в конечном этапе к неврозу, это явлению и закреплению в сознании человека, его личности и функциональном состоянии, каких-то невротических и как следствие психосоматических расстройств. Вот это все на первом этапе, если это все поймать заранее, то человек через две, ну может быть я горячусь, говоря две недели, ну по крайней мере неприятности заканчивались у человека после недели полутора получения вот этих сеансов, затем люди шли потоком, специалист работала на износ, соответственно там начиная с полутора и двух, и трех недель и далее, значит человек приходил 140 на 110, через полторы-две недели у него было уже 120 на 90, 120 на 80, и это реально-реально работает, по крайней мере с аппаратом не реакорта гонрокским, а нейролаб, то есть мы использовали это программное обеспечение, и это работает, не медикаментозный метод, прошу прощения за то, что заикаюсь, не заикаюсь, а просто трудно выговорить, это реально работает, биологическая обратная связь, как метод помощи, поддержки человеку в его эмоциональном, психоэмоциональном состоянии, связанном тесно с его соматикой, будь я проклят, готов отдать левую руку на отсечение, метод работает, он помогает людям реально, но там не только были гипертоники и так далее, у специалиста, который этим занимался, Ольга Сергеевна Таран у нас работал этим, проучилась и занималась с этим аппаратом, потрясающие были результаты не только с гипертонией, люди шли потоком, поэтому то, что нам это все загубили, будь они прокляты, эти самые руководители, которые не разглядели, не поняли, не поверили в какой-то момент тому, тому, что мы психологи, психофизиологи промышленные, реально с помощью этого метода, который имеет под собой ряд очень весомых научных обоснований, помогаем людям, какие-то смешные картинки, водолазики, окна и так далее, и так далее, и так далее, это помогает при грамотном подходе организации всего этого момента, и это, ребята, не плацебо, не плацебо. Идем дальше, вот эта презентация, которая была Ольгой Сергеевной Таран создана, это не моя презентация, я просто ее показываю, тут система биологической обратной связи, то есть идет компьютер, сигнал биологической обратной связи, представление на мониторе стимульного материала, сигнал восприятия, то есть регулирование центральных механизмов, и, соответственно, управляемая физиологическая реакция, благодаря стимулу реакции, ну, то же самое, что понятно, понятно, что датчики, интерфейс компьютерный, и, соответственно, идет стимул, идет реакция мозга человека, и, соответственно, происходит изменение его функционального состояния, в плане, вот как здесь показано, на сердце стрелочка такая направлена, его сердечно-сосудистых дел. Никому, никогда не поверю, кто скажет, что это ерунда, что это ничего не работает, биологическая обратная связь работает. Я это видел своими глазами, я это испытал на себе, я это видел на других людях, я это проанализировал без яконья, я проанализировал это статистически, и я увидел, что это помогает людям. Итак, сеансы биологической обратной связи, 2009 год, специалистами лаборатории более 170 сеансов биологической обратной связи для 53 работников Уральского электрохимического комбината. Опять же, основные цели прописаны, формирование навыков эффективного поведения, улучшение эмоционального состояния, нормализация внутренней среды организма. Три основных цели, то, чем занималась специалист по биологической обратной связи у нас в лаборатории. Значит, здесь тоже вот она тут ставила, о чем-то говорила, у нас было несколько докладов по этому поводу в управлении образования, о образовании, говорю, в управлении комбината. Мы рассказывали о тренингах, температурных тренингах, тренингах по электроэнцефалограмме, тренингах по частоте сердечных сокращений, по дыханию и так далее, и так далее, и так далее. Вот Ольга Сергеевна все вот это дело показывала и рассказывала, углубилась в эту тематику очень глубоко. Ну, вот здесь вот такая интересная картинка. Вот мы использовали этот аппарат, программно-аппаратный комплекс B, вот если не ошибаюсь, 0.12, B 0.12, производитель это Новосибирск, у нас их два в России, производители это Таганрог, Украина, и, соответственно, вот Новосибирский академгородок. Ольга Сергеевна Таран ездила туда, училась, и, соответственно, приехав, она такая воодушевленная, начала этим заниматься. Я скептически улыбался, давайте, 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 всячески ее поддерживал, как заведующий лабораторией обеспечивал какими-то материалами, датчиками, кремами, там и так далее, и так далее, и так далее. Там заказы у нас были. То есть организатором выступал в этом вопросе, но прежде всего испытал все это на себе. Испытал все это на себе, и понял, что это работает. И, соответственно, дал ей полное добро, и она начала этим заниматься. Вот она здесь пишет. Проводится несколько видов тренингов. Электроэнцефалографический область применения, аддиктивные расстройства, наркозависимость, алкоголизм и прочее. Аффективные расстройства, депрессивные, панические, психосоматические заболевания, даже посттравматические. Но это, видимо, она перечисляла те обращения, с которыми к ней приходили люди, то есть зафиксировала. Температурный тренинг, область применения мигрень. Вот я помню, мы с ней даже дискутировали по этому поводу. Это давно было, 2009 год. Электромиографический МГ-тренинг, применение головная боль, напряжение. Совмещенные тренинги. Это уже ее экспериментировала, добавляла какие-то моменты. То есть совмещенный тренинг по электромиографии и температуре. Параличи, порезы, спинальные травмы и другие нарушения движения. Психосоматические заболевания, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка. Тренинг дыхания, СО2, вот она так это называла. Область применения, гипервентиляционный синдром, бронхиальная астма. Смотрите, какие возможности огромные этого аппарата. Будь прокляты те люди, пускай им и каяться до конца жизни, которые не дали нам продолжать эту работу. Баранхиальная астма. Тренинг по частоте сердечных сокращений, стресс, индуцированное расстройство, понятно о чем идет речь, неврозы, тревога и так далее, тревога, рождающая невроз. И совмещенный температурный, ЧСС и ЭГЭТ тренинг. Область применения в педагогике, профилактика хронического стресса у учащихся, синдром нарушения концентрации внимания, оптимизация процессового общения, тренировка памяти внимания. Будь прокляты те, кто нам не дал этим дальнейшим заниматься. В качестве оценочных показателей эффективности проводимых БОС-процедур выделяют два основных показателя. Вот это доклад Ольги Сергеевны, уровень напряжения, уровень напряжения мышц, скелетной мускулатуры, психоэмоциональное напряжение и абсолютная мощность альфа-ритма. Активность регуляторных систем, способность эффективно адаптироваться. Альфа-ритм, ритм удовольствия, ритм жизни. И вот здесь показаны некоторые показатели. Я помню этот слайд. Сравнение показателей уровня напряжения в условных единиц. В единицах 56 человек статистиков собиралось, опять же, специалистам. И вот показано, как это было в начале, то есть имеется в виду до процесса, биологической, начала процесса биологической обратной связи и в конце это по уровню напряжения и, соответственно, по мощности вот этого самого альфа-ритма. Ритма жизни, ритма удовольствия, ритма благополучия, ритма удовольствия. Соответственно, возрастание. Это объективные данные. Мы в лаборатории больше считаем, мы психологи, но мы другие психологи, мы пассами, руками не разводим, то есть на картах не раскидываем, диагностируем точно, пассы не делаем, как гадалки там, или там цыганки и так далее. Мы считаем, считаем и еще раз считаем. Вообще, настоящая психология это сплошная математика. Открою вам секрет. И вот Ольга Сергеевна в 2009 году посчитала, посмотрела по уровню напряжения, то, что у нее выдавал аппарат, 56 человек, и выявила, да, вот такую стрелочку, такую закономерность. И по альфа-ритму. Сами наблюдайте объективные данные, собранные ею, проанализированные. Хорошо человек считала, умеет она считать, хороший психолог. Была и есть. И вот, соответственно, мы получили такие результаты. Идем дальше. До тренингов БОС. Здесь она перечисляет снижение способности эффективно адаптироваться, сниженная способность эффективно адаптироваться, сниженный фон настроения, неблагоприятное психоэмоциональное состояние, высокий уровень тревожности, а тревога это невроз уже по сути своей, никто меня в обратном не переубедит, и низкий уровень работоспособности. Ну, речь, скорее всего, идет о применении БОСа к работнику непосредственно. Это до тренингов биологической обратной связи и после тренингов биологической обратной связи. Повышение адаптивных возможностей организма, настройка организма к деятельности, приспособление работы органов к внешним условиям и потребностям организма, осознание пациентам своих потенциальных возможностей улучшения самоконтроля. И вывод. Я не знаю, последний это не последний слайд, но вот по всей видимости он звучит как вывод, по крайней мере. Биоуправление проявляет себя как эффективный метод повышения функциональной надежности персонала предприятия, повышая его работоспособность и снижая риски психосоматических расстройств, неврозов и расстройств социальной адаптации. Давайте посмотрим, последний ли это файл. Да, это последний файл. Вот такие результаты мы получили за 2009 год. Получали их, начали в 2007. Значит, помимо того, что ввели вот систему как бы реабилитационно-здоровительных мероприятий, давайте я вернусь на этот слайдик, покажу его еще раз. Вот. Вот этот файлик. Основные направления РУМ. То есть у нас были индивидуальные групповые психологические консультации и сеансы биологической обратной связи. Это было золотое время. Люди шли, шли, шли. Я вам ответственно заявляю, что они шли на меня, они шли на моих коллег, они просили индивидуальные консультации. Ольга Сергеевна работала, не покладая рук, и день и ночь. Мы ее вывели на отдельную вот эту работу. Она немножко работала по другому графику, поскольку людям не всегда удобно приходить в течение рабочего дня. По вечерам работала во вторую смену. Ей надо поставить памятник, большую благодарность высказать за то, что она проделала эту огромную работу, получала эти статистические данные, рассчитывала. Увлеченный человек был, который занимался этим вопросом не просто формально, а углубленно. И реально, реально помогала людям. Давайте я вам покажу этот файлик. Оп. И реально помогала людям. Вот то, что она тут посчитала. Вы видите на своих экранах. На примере 56 человек, которые прошли у нее, ну, видимо, это какая-то выборка из базы данных, потому что там несколько раз, сотню больше раз приходили люди на консультацию. А здесь, видимо, какая-то выборка. Одним словом, вот такие вот результаты по биологической обратной связи. Еще раз повторюсь, что этим нужно и можно заниматься. К этому нельзя относиться формально, нельзя говорить о том, что это не работает. Это работает 100%. Я убежден в этом абсолютно. Но, к сожалению, наше руководство от медицины, от предприятий, не всегда в этом то ли хорошо разбирается, то ли какие-то собственные, личные, непрофессиональные подходы в отношении к этому испытывают. Можно только расстраиваться, что это все у нас в прошлом. Я надеюсь, что когда-нибудь мы не только вернемся к этому вопросу более плотно, мы сейчас уже пытаемся этим заниматься. И надеюсь, что в дальнейшем мы только еще больше расширим сферу нашей деятельности и в том числе с биологической обратной связью. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!